у вас еще есть такое понятие социальные паразиты как вы относитесь в настоящее время как воздействует на общество но социальные паразиты и делают из всего то что я говорил потому что во первых что такое социальные паразиты есть природа паразиты вы все знаете пиявки и так далее комары которые питаются за счет того что убивают других живых организм или за счет их живых природе при всем при том что с моей точки зрения они несут конкретным живым существом потому что те же пиявки там клещи там нападают всегда на ослабленные животные то есть тем самым они уничтожают слабые животные они способны тому что те кто выжил выживают только сильнейшие для сохранения вида это очень положительно хотя для самых того кто по слабому паразитам то есть никто не хочет быть тем слабым на кого эти паразиты но если говорить вообще о популяции в целом то те же самые паразиты природные они уничтожают слабые асплантные организмы не допускают против болезней и сохраняют наиболее сильную мощную альфа генетику то есть в принципе природные паразиты при всей своей отрицательности как конкретно они имеют положительную роль сохраняя эволюцию движения вперед социальные паразиты делают все для того чтобы существовать и уничтожают самые здоровые самые сильные особи социума человечества потому что именно те люди которые кидаются на лену когда голодные скроменения которые имеют человеческие достоинства они не поддаются влиянию паразитам и именно паразиты уничтожают уничтожают самых лучших людей самых сильных людей если интересно даже если вы прочитаете Ветхий Завет если вы прочитаете Ветхий Завет вы никогда никому Богу не поверите потому что больше мерзости которое написано там не существует потому что там четко говорится Бог Ехвен дает своим избранному народу он говорит уничтожать сильных народа Сиона сильных людей то есть именно лидеров те которые объединяют нации именно целые и они их вызывали то есть уничтожать сильные сильные силы социальные паразиты всегда действуют так они уничтожали сильных тех кто выклюзла из нации народа и после этого остальные массы не только управляли кто знает такое понятие альфогенетики сейчас есть альфогенетики не знает если вы относитесь к этой группе генетике там понятие следующие альфогенетика есть генетика то есть носитель генетики только доминирующая в каждом популяции живого существующего человека есть носители доминирующей генетики и вот что интересно во первых если уничтожат носители генетики все остальные строится, как вы знаете, мощные магниты, которые держали их не целые, начинают исчезать, и тогда можно любым другим магнитам перемагнить куда угодно, все остальное у вас. Это не только в поведении, в солнце проявляется, но даже архогенетика проявляет в том, что, допустим, достаточно было нести изменения в эту архогенетику, то весь остальная популяция менялась автоматически, и при этом совершенно не нужно было, чтобы, допустим, самец породы животных, покрывал всех самок своей популяцией человеческой жизни. Просто происходит генетика, соностравливается и глядя на генетику из других людей, потому что мощный, какой-то мощный генератор, и настраивающих людей под себя. Так вот, социальные проекты всегда уничтожали сильных людей, потому что происходило после революции в Советском Союзе, в России, это и было уничтожение сильных людей, цвет нас, который уничтожился в течение тысячелетия. Это не первое, которое было. Знаете, когда первая была мощная мощность на территории Киевской Руси, помните крещение Владимира Крестителя? Помните, да? А вы знаете, что было уничтожено людей? В то время на территории Киевского Каганата, то есть в провинции Киевской, проживало 12 миллионов человек. Знаете, сколько осталось после крещения? 3 миллиона. И знаете, кто остался? Дети маленькие. Маленькие дети вырезали всех взрослых. Вот маленьких детей, в основном, ну, кроме тех, кто уже принятых взрослых, конечно, были те, кто не принятых. Которых нужно было врезать, они уже и так были свои. Вот. Маленькие дети начинали вбивать в голову те представления, которые нужно было тем, кто вбивал. И более ста с лишним лет на Руси правят, так сказать, враги, ну, в основном, в принципе, на Киевском. Потому что, опять-таки, кто скажет, что называется Российской империей? Кто называет, допустим, до революции? Ну? Переходя до Петра Первого, кто знает? Московский, Московский, Романовский династий. Вот в этой... Видите, почему я взял? Потому что здесь карта одна. Вот эти карты. Это карта 1717 года. Голландская. Вот красным выделено, это вся территория Петра Первого. Когда он назвал себя императором. Большая? Очень большая. В современных учебниках, что вам говорят? Даже в Дальнем Востоке, да? Ну, ваш. А знаете, почему говорят? Знаете, что называлась Российской империей? Откройте. Я, к сожалению, не взял с собой, потому что большие тома. Первое здание Британских эксклопей, 1771 года. У них оригинал. Немного. Но знаете, что он назывался Российской империей? Не вот эта территория, которую я здесь показал. Это называлась, и называется в той же самой эксклопедии, Московской Тартарией. А Российская империя, или Великая Тартарией, называлась все, что лежало за Уралом, включая большую часть Северной Америки. Почти большая часть Китая, ну, китайский Британских Китая с Вестины, которая ничего какого-то же Китая не имеет. Половину Индии, весь Тибет. Это называлось Российской империей. И она была такая до 1775 года. Но, знаете об этом? Как оказывается, в Рабавровской династии не было, никогда не было Российской империи, которая была. Правда, в 1775 году, когда при Великолепии Второй, вы знаете кто-то сказали, да? Была война. Пусть Пугачева. Помните, да? Как это соорганизация излагается? Это не было Пусть Пугачева, это была война двух империй. Вот это было Московство, то есть то, что Романова и старая династия, которая сидела в той империи российской, которая была за Уралом. К сожалению, проиграла старая династия. И только после этого Романова присоединились все в этой территории. И после этого называться стала Русской империей именно в том плане, который мы сейчас уже знаем. Но до 1775 года Романова никакого отношения к Русской империи не имели вообще. А это была провинция, к примеру, Украина открывалась сейчас, так? Называлась и самостоятельной Украиной. А вы знаете, что украинского языка вообще природы не существует? Кто может сказать? Скажите, я националист, да? Ага. У меня украинский язык тоже есть, а поэтому я не могу не знать, потому что у меня бабушка украинка с одной стороны Русской империей. Так вот, дело в том, что был украинский диалет. Потому что что такое язык? Это когда существует алфавит, когда существует литература и произведение. Скажите, кто знает хоть одно произведение, но написанное украинским языком раньше и в середине 15 лет. Назовите. Кто знает хоть одно. Первое произведение написано в украинском диалекте, которое называлось всегда «Малороссия». Знаете, Малороссы? Потому что там было в русском языке было много намешано немецких, польских, венгерских, русских словах. И это называлось «Малорусским диалектом». Тарас Шевченко – это первый писатель, который взял русский алфавит полностью, русскую грамматику, не изменив там ничего, ни впрочем. И записал с помощью русского алфавита, русской грамматики, малорусских диалектов, то есть украинских диалектов. И так появился украинский язык. Искусственный созданный. Вы знаете, пока я не уехал за пределы страны, мне было сложно понять такие вещи, потому что для нас это было привычное, но украинский диалекте очень сильно отличается. Понять можно, но не все, правильно? А в смысле быстро говорим. Но вы знаете, что самого мне больше всего удивило? В Америке там все говорят на английском плохом, не хорошим, но кто умеет, кто не умеет, не надо своего. Ну вот, не такая картина. Но вот, допустим, в Германии, у меня просто есть люди, которые такие ровные немцы, и, когда я с ними беседу, я был поражен. Мне заявили, что, допустим, восточный немец почти не понимает западного, южный не понимает северного, и как их наоборот. То есть они все называют себя немцами, как единый народ, потому что у них общая алфавия, то есть так так, грамматика одна, но они почти не понимают гораздо больше различий, чем между украинским и русским языком. Не помню. Оно не называет себя одним народом немецким. В Англии, если вы отъедете от Голдона на хотя бы сто миль от Голдона, вы ни перемест не поймете, что он говорит по-английски. Потому что язык такой, хотя там не вилетский язык, вилетский, так сказать, много разговоров, но там говорят на каком языке, который вы не поймете, на юг, на север, на восток, на гонях. Сто миль отъезжайте, все по-другому. А никто не называет их разными народами, правильно? Все называют их англичанами. Затамы? А у нас, посмотрите, не знаю, кто путешествовал по России, я не говорю, что там очень много пришло, но получилось, я был на юге России, был на западе, на севере. Ну, наверное, чтобы не набирался. Ну, дальше, когда они будут набираться, то это Иркутск. Ну, может, он как-то его обойтал, да? Так вот, понимаете, везде, где бы я не был, я прекрасно понимал русский язык. То есть никаких проблем понимания русского языка не было. Плюс, да, существовали какие-то местные слова, но в понятиях, то есть чуть ли раз, раз, подальше и все. О чем это говорит? Что это дорога очень древняя, не существовала долго. Ну, если учесть, что до 75-го, 1875-го года, вот это все, что за Уралом никогда не приезжало то, что западнее Урал, это были две разные страны, ну, действительно, абсолютно артисты. Как вы думаете, на каком языке говорили тогда в Молголу? Вы это Тарабахова или нет? Как вы думаете? Да нет, конечно. Ну, кто? Ну, молодежь. Вы же учились в школе, в школе учились. Вы учились в 300 лет в Молголу Тарабахове, в Молголу Тарабахове. Да? Не помните, уже забыли, да? Ладно, не поучили. Так вот, некий Молголу Тарабах не существовало в природе. Это как раз и была там Черкория, старая династика, которая была за Уралом. И там, не случайно, восемь процентов Волголу Тарабаховского гостика составляли русские люди. Не бог? По рациональности русские. Ладно, не буду. Вопрос еще есть? Такой вопрос. Что человек, который воспитывался животными за интернет, он потом дальше не может разговаривать. А мы воспитываемся людьми, следовательно, наши тоже ограничены в нашем развитии, если предположить, что есть более разумные существа. И ведь человеческий монстр задействован примерно на 5%. Правильно. Просто понимаете, в чем дело? В чем дело? Дело в том, что существует определенный этап, который называется мозг. Вот в районе 8-9 лет завершается первый этап. Если мозг человека не впитает определенный объем информации, качественного объема, то есть он тоже впитывается, но этого объема, который впитывают животные, которые окружаются из него, недостаточно, чтобы мозг пришел на следующий эволюционный уровень. Просто, если интересно, опять-таки, на моем сайте вы можете найти здесь книги, называется «Сущий разум. Первый, второй итог». Где показано этапы, что если не происходит, не происходит разворачивание мозга, нервов мозга, они имеют несколько уровней. Вот минимум нужно открыть, хотя бы для того, чтобы человек мог мыслить и говорить, нужно, чтобы он смог открыть хотя бы два инструмента физического. Вот когда один открылся, и второй. Все, тогда вы уже можете говорить, можете мыслить, и дальше вы можете двигаться дальше. И уже движение зависит от ваших возможностей, и как вы себя воспроизвали. То есть дальше окончание, то есть зависит только от вас. Что вы укладываете в него. Но для того, что произошло, мозг должен получить определенный объем качественного информации. Сам один человек, а почему это социальное существо, а животное? Ну это все равно животное, правильно? Потому что один человек, даже за всю свою жизнь, никогда не накоплен только информации, которой необходимо, чтобы произошло это качественное открытие. Только вот совместно, тысячи десятки человек, за многие миллионы недель накапливают, передавая спокойным политикой, поколение накопленное, вот создают тот минимальный объем статуй, который позволяет человеку сначала стать, научиться мыслить, говорить и мыслить. И потом уже поверить. Ну нет, я вас за мучение вижу. Стихи все. Замучи. Ну хорошо. Мучение законченное. Ну да. Да. Продолжение следует...